Мне 52 года, когда же начнутся перемены в мире яви? То есть, другими словами, человек говорит, увижу Илья когда-нибудь. Перемены, они уже многие есть. Просто, к примеру, смотрите, если раньше социальный праздник, как называлось, действие скрыто, под масками, так? То сейчас они действуют уже открыто, без масок. О чем это говорит? Это говорит о том, что они уже прекрасно поняли, что маски уже не помогут. Это говорит об агонии. Только когда уже критический момент, социальные паразиты снимают маску, чтобы действовать без них. Иначе они продолжают маски делать. Плюс многие вещи, которые они планировали. Например, в 2008 году они планировали развязать новую третью мировую войну. По тому счету, как они сейчас ведут. Получилось у них что-то? По крайней мере, третьей войны не мировой нет. Правильно? И многое может быть что-то другое. Просто об этом, естественно, не сообщается средство массовой информации. Хотя бы потому, что большинство из них интрируется тем же самым социальным паразитом. Но это не значит, что это не происходит. И плюс, опять-таки, для того, чтобы какие-то изменения в мире яви происходили, нужно, чтобы каждый из нас на своем месте действовал, а не сидел, а вот когда произойдет. Понимаете? В том-то и дело, что это неправильный подход. Только когда народ проснется сам и вернется к тому, как он был активности раньше, осознанности, сбросит в себя рабское ермо, которое, между прочим, сейчас многие несут и позволяет оскорблять свое достоинство человеческое и так далее. Ну, действительно, недавно статью Жириновский, видно, чувствует ветер, куда дует. Написал статью, помните, кто читал, да? Что, типа, русских оскорбляют во всех вариантах и так далее. А мы все сидим в русской национальности и спокойно это все терпим. А почему? На своей собственной земле терпим, чтобы те гости, которые нам приехали, которым мы позволили жить на нашей собственной земле, нас же с вами оскорбляли. Вот пока мы будем с вами позволять, никаких изменений не будет. Пора начинать вставать с колен. А то все стоят на коленях и говорят, а когда же кто-то поднимет с колен? Помогают люди. Нет, я буду стоять. Вот пока все не изменится, я стоять на коленях буду. Да нельзя так. Хватит быть рабами в каждом из нас. Вот пока мы перестанем быть рабами, когда не будем бояться. Многие говорят, вот, легко типа ему говорить. Если бы я рассказал бы, какие проблемы мне и моей семье приходится происходить каждый день, так большинство из вас куда-то у нас с ума сошли. Поверьте. Которые друзья, товарищи социальные проекты устраивают. И это устраивается в 20 лет подряд. Но я об этом не говорю не потому, что их нет, а потому зачем. Понимаете? А значит ли это, что нужно прекращать бороться? Да нет, конечно. Просто каждый считает, ага, вот ему это может легко, он тебе защиту придумал, и его защита его блокирует, защищает и так далее. Так вот, если кто насчет того же защиты, перед тем, как эта защита сработала, я сначала должен был испытать в себе яды, которые мне применяли, и найти в течение нескольких минут решение задачи. Если бы я не решил задачи, я был трупом. На самом деле ничего не решается. Понимаете? И поэтому легко, типа сказать, он взял, защиту создал, его достать не могут, а он доволен, а все остальные мы досягаемы. Поэтому мы будем сидеть и молчать свои две дырочки, сопеть две дырочки. Так это неправильно. Извините, мне взрывали, стреляли, травили, что-то не делали, и это было реально, взрывалось, и машина потом взрывалась, и что-то не было. И что это значит, что я должен поднять руки и испугаться? И покупать меня пытались, предлагали, черт-те-зна-те что. Но если бы писали бы, как вот этот идиот писал, как называлось Вещим Олегом, если бы я работал на тех, кто он говорит, да я бы, мне предлагали возглавить мировое правительство любые суммы, которые только я захочу. А вместо этого выбрал проблемы. Ну, наверное, идиот такой, да? Так поверьте, если бы было плевать на людей, я бы выбрал то, что выбрал. То, что мне предлагали, понимаете? Выбрал эти, кажется, неограниченные финансовые возможности, которые мне предлагали, все что угодно. Но я почти не выбрал это. Я выбрал то, что пойди против этого. Почему? Потому что, и не то, что жду о благодарности, чтобы что-то мне сказали благодарность, потому что есть определенное понятие моей собственной совести. И моя собственная совесть говорит мне, что есть правильно, и что есть правда, что есть кривда, что нужно правильно делать или нет. И я никогда не пойду против своей совести. И страх перед смертью, перед проблемами какими-то и так далее не смогут изменить этого. Хотя проще всего было, типа, раз, все, хорошо, договорились, все, сколько, вытаркивать все удобные позиции, и все. Но этого никогда не было и не будет. И вот когда мы с вами все не будем бояться, трястись, что вот, а как же я пострадаю? Да, может быть, пострадаю. Я, по крайней мере, находился в ситуации, когда мог быть трупом уже сотни раз. Но, тем не менее, каждый раз я с новым сталкивался, мне это не останавливало, и никогда не остановит. Пока я буду жить, пока я буду дышать, я буду действовать. Нравится кому-то или нет. И вас призываю к тому же. Если мы хотим, как вот человек написал, когда же будет изменение в мире яви? Если мы хотим, чтобы что-то произошло, нужно действовать. Следующий вопрос. Вот здесь большое письмо. Продолжение следует...